Возвращение игрока Отказ Серхио Рамоса от предложений, которые у него были из Саудовской Аравии, например, об этом он, кажется, сам говорил, и всякие там газеты типа САН, понятное дело, сомнительной достоверности, но говорили о том, что там и ВПЛ на него смотрели. Ну вот, в принципе, отказ от Саудовской Аравии в пользу Севильи в 37 лет вызывает ли у тебя еще больше уважения к Серхио Рамосу? Да, безусловно. Ну, мне кажется, это очень красивая история, история о таком клубном патриотизме, поскольку, как вы знаете, Серхио Рамос бывший игрок ПСЖ, то есть он уже взял катарские деньги и решил отказаться от Саудовских денег. Очень большой патриот своего клуба, но он еще воспитанник Севильи, и, может быть, это тоже сыграло определенную роль. Но если серьезно, то да, хочется такому сопереживать, хочется такому респектовать. Действительно, красивая история, красивая история. Серхио Рамос возвращается в команду, которая является его первым клубом, и Серхио Рамос, наверное, возвращается в команду, которая соответствует его текущему уровню. Но есть некоторый вопрос у меня насчет соответствия текущего стиля Севильи и непосредственно лучших качеств Серхио Рамоса, потому что Серхио Рамос – это не очень хороший защитник для игры высокой линии. А у Севильи сейчас одна из самых высоких линий, очень высокий прессинг вообще в Ла-Лиге. Понятное дело, мы, наверное, об этом еще между строк скажем. Да ты уже, на самом деле, про это сказал. Миндзибара могут уволить, и, наверное, не совсем правильно было бы оглядываться на него, принимая вот такое более, наверное, важное для клуба решение, поскольку история с возвращением, вот это такой, можно сказать, наверное, легенды неправильно говорить, но история с возвращением большого игрока, который начинал в своем клубе путь, это, наверное, более глобальная история, чем стиль, который там в начале этого сезона, даже не факт, что весь сезон продержится, строит Миндзибар. Но вот если говорить о ближайших неделях, то я предвижу некоторые все-таки несовместимости. Здорово, что Севилья в принципе усиляет эту позицию, но все-таки тут кому-то придется идти на компромиссы. Либо Серфио Рамосу идти на компромисс и сидеть на скамейке рядом с Миндзибаром, либо Миндзибару идти на компромисс и играть с меньшим прессингом. Пока, кстати, несмотря на плохие результаты, нет вообще никаких индикаторов того, что он собирается отказываться от своего давления. Да, ну и тоже, наверное, нужно проговорить о Севилье с начала сезона и в концовке прошлого в центре обороны играет Гудель, не защитник изначально, просто вынужден играть на этой позиции. Но даже такая ситуация как будто не гарантирует Серхио Рамосу с учетом его возраста, с учетом его нынешних характеристик игровых и стиля команды, в которую он приходит, не гарантирует место в стартовом составе. При этом он и произносит очень крутые пафосные вещи, не знаю, крутые, просто пафосные вещи в плане Севилья может выиграть там Лигу Чемпионов, Ла Лигу. И еще параллельно он говорит, я готов вернуться в сборную Испании. Если Серхио Рамос вернется в сборную Испании, то я даже не знаю, как это оценивать, как это воспринимать с точки зрения сборной Испании. Это хорошо для нее или это сигнал к тому, что все очень нездорово и людей критически не хватает?